Несколько лет назад Надежда Куражова была счастливой женой и многодетной матерью. Правда, с небольшими проблемами по здоровью. Сейчас же она должник по алиментам и платит за коммуналку. Детей забрали, муж ушел. И почти отказали ноги. Женщина едва передвигается даже по квартире. Кризис случился, когда супруг начал пить. Вот следы от его буйств. Под руку нередко попадал старший сын. Сын делал уроки с ним, стукал его головой в стол. Естественно, ребенок кричал, мама, помоги. Он мне говорил, если ты влезешь, ребенку попадет еще больше. Я брала ребенка, убегала к соседке. Она закрывала дверь, я вызывала милицию постоянно. И вот, пожалуйста. Детей забрали 8 лет назад. Старшему было 10, младше чуть больше двух. Все это время они находились в детском доме. Дочь скоро взяли под опеку. Надежда пыталась спасти брак, но не удалось. Мужа лишили родительских прав, ее ограничили. Мужчина ушел, оставив жену, чье здоровье подорвали нервы и роды. Одну с многотысячными долгами. После второго вообще плохо стало. После третьего я ходить перестал. Хотя мне сказал, я пришла в больницу, мне говорят, ну у меня знакомая там. Она говорит, ну а ты беременна. Что будешь делать? Я говорю, аборт, конечно. У меня муж вотрещел такие глаза. Какой аборт? На этом беды женщины не закончились. Несколько месяцев подряд судебные приставы вычитали из ее пенсии по инвалидности 50%. За алименты детям и 50% на погашение коммунальных долгов. Оставляя надежду без средств к существованию. К решению проблемы подключилась омбудсмен Наталья Ковалева. Первый раз решили быстро. Но через некоторое время ситуация повторилась. Первый раз мы занимались. Я кроме того, что звонила, писала письмо, все этот вопрос мы решили. Через полгода сменился судебный пристав. И опять все вернулось на свои круги. И поэтому пришлось снова заниматься вот в таком режиме телефонном. Чтобы побыстрее решить вопрос, а не обмениваться соответствующими обращениями и письмами судебными приставами. Я только за квартиру плачу и за воду долгашу. Старший сын Надежды уже выпустился из детского дома. Живет в общежитии. К маме не возвращается. Иногда только навещает. К среднему женщина ездит сама. Очень скучает и хочет вернуть в семью. Но это не так просто. В опеке поясняют. В правах Куражову ограничили по состоянию здоровья. Даже тяжелое финансовое положение не было бы препятствием, чтобы восстановить родительские права. Срока давности тоже нет. Но тут проблема серьезнее. В том случае, если обстоятельства, явившиеся основанием для ограничения родителей в родительских правах, отпали, например, улучшилось состояние здоровья гражданина, либо изменилось его поведение в сторону свиновного на невиновное поведение, тогда он может обратиться с иском в суд об отмене ограничений в родительских правах в отношении своего ребенка. И судом будет рассмотрен весь объем представленных доказательств родителям. И в случае действительного подтверждения данного факта улучшения его состояния, либо исправления поведения, может быть принято решение об отмене ограничений и возврате, соответственно, ребенка этого родителя. Проще говоря, вернуть детей надежда сможет, если только чудесным образом исцелиться. Но едва ли травма позвоночника сама заживет. Женщине остается только поддерживать общение с детьми, звонить, писать, видеться. Органы опеки не запрещают и надеются, что те вырастут и все поймут. Экс-супруг в квартире прописан, но не платит ни за коммуналку, ни алименты. К нему у Надежды претензий нет. Гордая женщина долги сказала будет гасить сама из пенсии по инвалидности. А он живет с новой женой. Жизнь начала с чистого листа. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.